Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok За каждой такой сотней бесспорные лидеры, единицы, сумевшие обуздать время и заставить его течь по своим законам. Очень многих из них привел на земной Олимп случай, ставший для них бесспорно счастливым. Таких случаев у корифея российской связи Геннадия Кудрявцева в жизни было немало. Размышляя над своей жизнью, все время думаю, что она состояла из разных случайностей. Но это как бы на первый взгляд. По своей жизни я самостоятельным был уже где-то с лет 7-8. Ну, такой пример, допустим, отец мне подарил, когда я перешел в 6 класс, ружье одноствольное, 16-й калибр. Я в 13 лет ходил сам на охоту. Семеретка в Рялищах, Приморского края, была единственной школой в военном гарнизоне, где служил капитан Георгий Кудрявцев. И прекрасно понимая необходимость хорошего образования, отец, хоть и скрипя сердце, принимает единственное правильное решение. Самостоятельный Гена Кудрявцев в 1955 году с его легкой руки отправляется в долгий вояж по стране. Долгий, но целенаправленный, к бабушке в Брянскую область, с прицелом на столицу. Когда он рассказывал, как он 14-летним мальчишкой ехал один из Магадана в Москву, и какие приключения. Но мы все просто удивлялись. В Трубчевске Брянской области Геннадий окончил среднюю школу, научил читать неграмотную бабушку. Со свойственной ему с детства амбициозностью замахнулся на Московский государственный университет. Не поступив, не отчаялся. Я не гуманитарий никоим образом, все время к технике. И когда не поступил, я после этого второй раз решил сдавать физико-технический. Институт в Долгопрудном, который инженера физическая, физико-технический. Тоже, конечно, не прошло, поскольку, хоть я и закончил школу с серебряной медалью, но, тем не менее, конечно, в районном центре без подготовки с репетиторами. Ну и, конечно, учителя такие были, хоть они, я никоим образом не хочу сказать о нем ничего плохого, но они все-таки такого деревенского плана, районного масштаба. И, конечно, подготовить для поступления в университет или в физико-технический институт, это было просто нереально. Это просто, как бы, я сам себя решил проверить. Ну, поскольку не получилось, вот пошел работать на городскую электростанцию машинистом-дизелистом. И моя трудовая книжка начинается с 1958 года. Первая запись в трудовой книжке, а трудовая книжка одна, ну, с кладышами, правда. Вот в 1958 году машинист-дизелист с городской электростанции. Через год все-таки упертый был, опять пошел в университет, балов не хватило. Ну, с этими оценками случайно вот попал в московский политехникум связи, где меня приняли на третий курс. После этого вот всю жизнь в связи, по сути своей, работал. А у нас в техникуме как раз был период всяких экспериментов, и мы часть учебы работали. Я вот, начиная с 60-го года уже, мы работали в телевизионном ателье. Сперва вот я работал в телеателе номер один на Калужской заставе, а потом в телеателе номер 17 в мытищих, новых мытищих. Ну, вот это как бы моя первая уже была работа, параллельно с учебой. Техникум подарил Геннадию Кудрявцеву настоящую работу. Не очень блиставший теоретиками, в ТУЗ давал основательные практические знания, позволившие юному студенту, разобравшись в сопротивлениях, емкостях, конденсаторах, сложнейших электрических схемах, выстроить схему своей жизни, жизни профессионального связиста. Техникуме я на четвертом курсе собрал первый телевизор свой, по своей схеме, вот, довольно интересный. Потом, чуть позже я собирал уже цветной телевизор, ну, два, правда, всего собрал, больше не собирал. В 1962 году Кудрявцев распределен в Московское управление кабельных и радиорулейных магистралей МУКРП-22. В том же году появляется брак Геннадия Любови, двух бывших студентов политехникума. Рождается первый сын Андрей. Кудрявцев поступает на заочный в Московский институт связи. Затем армия. Служа в армии, собрал магнитофон, тоже для дома, так сказать, в свободное время. Собирал приемники для охоты на лис. Отслужив, Геннадий Кудрявцев вернулся в поселок Лесной, на радиорулейную станцию, где за очень короткий срок стал старшим электромехаником, затем инженером. Карьера пошла в гору, и Кудрявцев становится сначала начальником цеха, а затем и руководителем закрытого объекта связи в Голицыно. Уже не случайно, а вполне закономерно, следует приглашение на работу высшее звено связной иерархии тогдашнего Советского Союза – Министерства связи. В 70-м году начальник главка Анатолий Николаевич Тюляев, я работал в главном управлении междугородней телефонно-телеграфной связи, предложил мне возглавить отдел радиорулейных линий, сразу пройдя там, не становясь главным специалистом и замначальника отдела. Я стал в 70-м году начальником отдела радиорулейных линий Министерства связи СССР, мне было 29 лет. И пошло громадное строительство, в то время мы строили радиорулейные линии, Москва, Владивосток, вся Сибирь, Якутск, вдоль Ледовитого океана, тропосферные радиорулейные линии, все это было в моем ведении. Конечно, мы не сами строили, мы как бы выполняли функции контроля, заказчика и всего остального. Были строительные подразделения, которые строили, но это все нужно было организовать, заказать проекты, найти деньги, потом организовать эксплуатацию. После визита Леонида Ильича Брежнева в США, который по линии связи был более чем достойно обеспечен руководителем соответствующего подразделения Кудрявцевым, он получил заманчивое предложение от заместителя председателя Гостеля радио возглавить главное техническое управление комитет. Работа интересная, перспективная, и Геннадию Георгиевичу захотелось попробовать себя на новом, неизведанном поприще. Я, в принципе, согласился перейти, доложил Антон Николаевичу, он сказал, я не отпущу. В 1976 году Геннадий Кудрявцев заканчивает значительно затянувшийся во времени по причине армии многочасовой практической работы на ответственном участке курс обучения в Московском институте связи и получает диплом. Тогдашнее министерство жило кипучий, насыщенный жизнью, реконструкция, модернизация, строительство. Кудрявцев уже как заместитель начальника главка, а чуть позже уже и как главный инженер, реализует несколько грандиозных всезоюзных проектов. Союз Аполлон. Вам. Олимпиада 80. К Олимпиаде была огромная работа проведена. Это включая установки новых станций телефонных, это включая обновление каналов, оборудование пресс-центра и т.д. и т.п. и перегонка сигналов, все это было сделано, конечно, в самом активном участии Министерства связи и, естественно, курировал эти вопросы Геннадий Георгиевич. Нужно было, ну, в первую очередь, конечно, в Москве построить столько всего, ну, и автоматическая международная связь нужно было открыть. Это очень серьезный элемент, и обеспечить телевидение, и вся эта связь со стадионами. И мне приходилось быть председателем Госкомиссии по приемке этих объектов, ну, в частности, вот такой объект, известный как М-9 на улице Бутлерова, который вот был запущен к Олимпиаде, и там стояло соответствующее оборудование для автоматической международной связи. И к 80-му году как раз вот все это было и обеспечено. По результатам подготовки к Олимпиаде в 1980 году 39-летний, самый молодой по тем временам руководитель такого ранга, Геннадий Кудрявцев, получает первый орден – знак почета. А в конце ноября 1980-го назначается первым замом министра связи СССР. Я работал в системе Министерства иностранных дел Советского Союза и находился в командировке в посольстве СССР в Индии. Предполагалось провести прием для индийской стороны. И вот когда мы проводили этот прием, я еще раз повторяю, что это была же моя ответственность, в зале, в очень красивом зале нашего посольства, вот, ну, мы бы собрались там пораньше сотрудники посольства, потом подъехала наша советская делегация, вот. Я так пытался разобраться в тех людях, а там было не менее 10, может быть, даже больше человек, кто же все-таки руководитель, кто же первый замминистра, вот. И был совершенно поражен, когда Юрий Михайлович Воронцов познакомил меня с руководителем делегации Геннадьим Георгиевичем Кудрявцевым, то есть, ну, не скажу, что это был пацан или юноша, но это был совершенно молодой человек, цветущий человек, Геннадьим Георгиевичем, если я не ошибаюсь, тогда было где-то, наверное, ну, не знаю, наверное, еще 40 лет у него было, думаю, лет 38-39, и тем не менее в ранге первого замминистра. Вот у меня это врезалось в моей памяти, вот это воспоминание. Мне нужно было на подхвате быть у министра, все в курсе, что делает министр, то должен делать и первый зам, потому что должна быть заменяемость обязательная, потому что нельзя было не знать что-то, вот. Поэтому всегда Василий Александрович Шамшин посвящал мне все, так сказать, деликатные и прочие вопросы, которые, может быть, остальные замы и не знали, вот. А потом вот следующие там были крупные проекты. Ну, во-первых, мы очень много строили. Строили за рубежом различные объекты. Это и Куба, это и Монголия, это и Ангола, это Никарагуа, это Ближний Восток, это Корея. Роль первого заместителя министра, это, по сути дела, роль начальника штаба, который готовит базу, программу, ставит задачи во всех направлениях. Благодаря его мудрости, умению ориентировать людей, были выполнены в то время очень большие задачи. Это вопросы, связанные с развитием первичной телефонной сети, это бывшие подразделения, будем говорить, Ростелекома, перевод всех этих служб на автоматизацию международных процессов. Было очень много сложностей, связанных с системой расчетов за услуги международной связи. Он это направление возглавлял. Он там очень много сделал, и авторитет свой взвоевал в результате больших работ, связанных и с радио, и с космосом, и с телекоммуникациями, с системой дальней связи. Много-много вопросов, которые, как первый замминистра, который в основном курирует всегда самые основные, самые передовые научно-технические направления деятельности, это, конечно, связано с Геннадьем Георгиевичем. В этом вопросе, конечно, он и проработал, он проработал под началом очень опытного, знающего, высокоинтеллигентного, прекрасного человека, министра связи СССР Василия Александровича Шамшина. Шамшин – это, ну, просто высокопорядочный человек. И, конечно, работая с ним, Геннадьем Георгиевич вобрал в себя весь тот опыт, который был у этого человека, и сам он так же старался, как говорится, быть похожим на него. Не все было просто и однозначно. В работе первого заместителя министра. Решение поставленных задач порой приводило к парадоксам. Как только мы организовали международную автоматическую связь, и после этого автоматика из Москвы начала работать с более чем со 120 странами, соответствующие органы поняли, что они поспешили, контроль за разговорами стал, усложнился. Поэтому было принято решение секретариата Центрального комитета об ограничении международной связи. И вот я, как организатор этой автоматической международной связи, когда был главным инженером главка, теперь являясь первым заместителем министра связи, я был назначен ответственным за организацию вот этих ограничений. Это такой был больной вопрос, так было неприятно выполнять это решение. Но я был ответственный, я это сделал. К 1975 году мы прикрыли практически аккуратно всю международную связь. И вот когда меня там спрашивают о наградах иногда, говорят, как у тебя с наградами? Я говорю, да, вот первый орден, знак почета получил за организацию международной связи, второй, говорю, за закрытие ордена Октябрьской революции. В ранге первого заместителя министра связи СССР Геннадий Кудрявцев около сотни раз побывал в загранкомандировках, более двухсот раз в поездках по стране, провел множество важных встреч с западными партнерами. Я относился ко всем этим встречам с легкостью, по-крестьянски, потому что нужно говорить правду и только правду, и ничего другого, тогда все будет идти как положено. Ну, естественно, не выкладывая того, что не нужно выкладывать, но все должно быть очень четко и понятно, без всяких вот этих ухищрений дипломатических. Поэтому, как бы вот работая по-нормальному, по-крестьянски, мы находили соратников, которые верили нам, с которыми шли, с которыми строили, и которых мы не бросали. Одним из приоритетных проектов того времени, который непосредственно курировал Кудрявцев, стала транссоветская оптоволоконная линия от Калининграда до Находки. Проект был... Сама идея была чрезвычайно простой. Мы, связисты, строим, партнеры западные дают кабели оборудования, построенный кабель делим пополам. Мы половину для национальных нужд, они для транзита между Азией и Европой. Они не влазят в наш бизнес, мы не влазим в их бизнес. И появляется вот это... Во время согласования всех вопросов, конечно, самый сложный вопрос, это нужно было решить проблемы, какома была такая организация, ограничение поставок нового технологичного оборудования в Советский Союз и остальным странам Варшавского договора. Ну вот, для того, чтобы решить эту проблему, приходилось встречаться тогда с сыном президента Буша, Джорджем Буша-младшим, которым позже стал президентом, так сказать, через него давить на папу, с сенаторами встречаться. Как раз в то время, в то время он завершал, вот в том году он завершил свою алкогольную компанию. Ну, черт, будешь младший. После этого он бросил печь. После встреч с нами. Когда мы в Токио встречались с представителями средств связи со всего мира, по вопросу создания транссоветской оптоволоконной линии, мы должны были обговорить все шаги, чтобы знать, как и куда двигаться дальше. Кудрявцев, который был там председателем, предложил всем участникам подойти к специальным доскам и написать свои мнения по этому вопросу. И процесс решения вопросов успешно пошел вперед. Я поразился его менеджерским способностям такой процесс наладить. Еще один проект первого заместителя министра связи Кудрявцева в создании в 1990 году внушительного объединения средств связи СССР. Он объединил все междугородки, союзы, и сначала родился софт-телеком, который потом выродился в Ростелеком. В 1991 году после объединения годом ранее министерства связи с министерством промышленности средств связи началась новая, к сожалению, не слишком длинная глава жизни Геннадия Кудрявцева. В конце марта 1991 года после предложения Михаила Горбачева после месяцев рутинных слушаний в Верховном Совете СССР Геннадий Кудрявцев становится министром связи Советского Союза. Он был министром связи, я был первым замминистра связи в то время до известных событий, после известных событий, конечно, несколько судьба распорядилась иначе, но я скажу, что, конечно, он много сделал для отрасли, он много сделал и потом уже работая на других должностях, хотя жалко, что так вот произошло, что он не мог раскрыть до конца свой потенциал в таком вот высоком ранге. И именно в день Пуча, в день Пуча, вот он случился 19-го, а 18-го он утром улетел в командировку в Югославию и уже практически на борту самолета он узнал о том, что вот что-то непонятное происходит и к нему командир самолета подошел, говорит, что делать-то, лететь дальше или садиться? Ну, он член правительства, а самолет был самый обычный, рейсовый. Ну, Кудрявцев сказал, ну как, меня там ждут, там я же лечу не развлекаться, ну и потом, кто бы в 91-м году тогда поверил, что это всерьез и надолго. Ну, а ему впоследствии это все пришили как практически измену Родины. 27-го августа состоялось заседание правительства, где от имени Михаила Сергеевича Горбачева пришел его помощник и зачитал, что все члены правительства, им оказывается недоверие со стороны президента Горбачева, и они не отправляются в отставку, отстраняются от занимаемых должностей, сохраняя пока свои посты министров, но отстраняются, то есть автоматически хозяйство было передано первым заместителем министров, мы на работу продолжали ходить, там некоторое время какие-то решения там принимали, участвовали, но Михаил Сергеевич сразу 80-го с небольшим министром настроил против естественно себя, это было естественно, потому что не разобравшись, так сказать, оказать недоверие членам правительства, по сути, всему правительству, это было, так сказать, ну и пошло, пошло, пошло. Решение тогда о его фактически отставке такой глубокой, на том этапе, вот первичной, они были скорее на селе политические, нежели, так сказать, деловой характер. Политические игры нового времени грозили весьма серьезными последствиями, и в этих условиях Кудрявцев принимает ряд важных государственных решений. Когда начала распадаться страна на отдельные страны, он сразу понял, что ни в коем случае нельзя допустить распада системы связи. Вот это чисто государственный подход, ведь от этого обороноспособность, да просто жизнь вся страны. Не дожидаясь пока развалится Советский Союз, мы собрали министров связи республик, я хоть был отстраненный, но председательством на этом заседании, это 8 сентября 91-го года. Приняли решение 8-го числа организовать региональное содружество связи. и оно через некоторое время было оформлено и работает до сих пор. Это помогло, надо сказать, сохранить какие-то связи, какие-то взаимоотношения, которые позволили не развалиться связи, особенно в республиках, которых не было той инфраструктуры, которая должна была быть в то время. Переворот в жизни великой страны стал и личным переворотом судьбы Геннадия Кудрявцева. Но жизнь со всей уверенностью показала, что не тот он человек, чтобы поддаваться любым поворотам этой судьбы. Когда в ноябре месяце нас все-таки отправили в отставку, я стал председателем совета директоров акционерного общества Интертелеком. Через год мне попросили Булгак возглавить международную организацию космической связи Интерспутник, и я перешел в эту организацию Интерспутник и возглавлял ее 12 лет. Геннадий Георгиевич собрал достаточно эффективный международный персонал с разных стран здесь люди работают и работали и работают. Люди реально заточены на конечный результат, оказывают содействие в развитии связи не только в России, но и порядка 20 странах. В целом клиенты Интерспутника они есть в Северной Америке, в Африке, в Юго-Восточной Азии, естественно, в Евразии. То есть, организация в период его управления стала занимать достойное место среди мировых организаций спутников и связи. «Интерспутник» «Интерспутник», конечно, как бы ну, можно сказать, такой ее домашней лавочкой по сравнению с тем, чем я руководил до этого, все-таки было подчинение больше полутора миллионов человек до этого. здесь 50 человек, 50 человек, ну, люди, конечно, грамотные, все прочее, поэтому, вы знаете, для меня это было, ну, буквально, как развлечение, так сказать, ну, с легкостью, вот, можно было решать, ну, все, что угодно, до обеда это решил, после обеда это». «Интерспутник» это молодая организация, молодая по планам, потому что, с одной стороны, был сделан очень мощный задел в его деятельности, и сделан он был благодаря Кудрявцеву, но в то же время нынешнего руководства «Интерспутника» не только развивает то, что было заложено, но и, конечно, привнесло очень много элементов, которые делают эту организацию более динамичной с учетом тех условий, в которых мы сегодня работаем». «Если бы там встал человек, может быть, неизвестный или кто-то, маловероятно, что «Интерспутник» продолжил бы свое существование, а то, что «Интерспутник» сегодня занимает достойное место в международной связи, это авторитетная организация является, я думаю, что здесь сыграл и умение знаний и авторитет Геннадия Георгиевича». «Когда Кудрявцев появлялся в той или другой стране, на том или другом мероприятии, нас встречали и воспринимали как серьезных людей, которые приходят с серьезными идеями, с серьезными предложениями. Без этого я абсолютно уверен, что результаты наши были бы намного менее заметны». Геннадий Георгиевич сумел мобилизовать состав, задачи, вступил в переговорный процесс целым рядом иностранных международных организаций, которые усилили эту роль, и сегодня «Интерспутник» является такой крупнейшей международной организацией, которая тоже делает большой вклад в формирование группировки российской, и также умение привлекать, обеспечить, предоставлять услуги с помощью спутников систем в России. «Редкий человек, который пробыл на долгности председателя «Интерспутника», он, бог, сколько лет, 33 срока, никогда не было, но он был человек настолько яркий, настолько нужный, что все государства единогласно вышли с ходатайством, что Россия представила его на третий срок». Система «Интерспутник» как, по сути дела, государственная система, система, принадлежащая государству стран социалистического лагеря, превратилась в коммерчески состоятельную организацию, которая, несмотря на изобилие различных спутниковых систем, заняла свое место, нашла свою нишу и продолжает это делать. О друзьях, товарища, где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. По прошествии определенных лет думаешь, что какой след ты оставил в своей жизни, что ты сделал. И этот след хотелось бы, чтобы помнили не только твои ближайшие родственники, ну и какое-то окружение, какие-то друзья, коллеги, с которыми ты проработал долгие годы. Геннадий Георгиевич человек немногословный, человек очень сдержанный, умеет без шума и пыли организовать работу, он ироничен, он самокритичен, и он очень верный товарищ. Он отличный друг, и общение с ним доставляет истинное удовольствие. У него отличное чувство юмора, умеет рассказывать интересные истории. Уже много лет я их с удовольствием слушаю. Он мой партнер по бизнесу, но самое главное, он мой настоящий друг. Я страшно счастлив и доволен, что наши отношения, скажем так, суконным словом производственные, они у нас переросли в отношения очень такой близкой человеческой дружбы, причем дружбы не только между Геннадий Георгиевичем и мной, но и между нашими семьями. Я видел, как он с ними общается, как к ним относится, как к нему люди относятся. И любой период всегда у него были друзья, они есть, и он всегда тепло и с пониманием, и с помощью относится к любому связисту. Независимо от того, как сладовалась бы карьера, свои жизненные принципы, позиции, ну, в частности, те, которые я перечислил, самостоятельность, трудолюбие, уважение к старшим, они должны оставаться незыбленными, потому что нельзя по-другому просто жить. У него авторитарный стиль в доме, это и должны подчиняться, и слушаться его безоговорочно, то есть с ним нельзя спорить. Вот это самый, 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 вот основной момент, что с ним нельзя спорить, с ним надо соглашаться. Можно сделать потом по-своему, но надо в любой момент с ним соглашаться. И иногда, вы знаете, это дало какой-то обратный эффект. Когда я говорю, ну, раз не хочешь, не надо, не будем так делать, или наоборот, ну, как ты хочешь, так и сделаем. Так он стал наоборот, говорить, нет, теперь, значит, как ты хочешь, вот он, наоборот, мы стали друг другу выступать, до смешного. Вот в этом, по-моему, какой-то ключ нашелся. Вот, прекрасная жена Люба, два сына, Андрей и Роман. Я знаком и с его сыновьями, ну, со старшим Андреем, может быть, чуть меньше, они так часто пресекались, но Роман, он, в принципе, одно время работал и у нас. Хотя, говорю, сильно отличаются ребята друг от друга, но если задуматься, если посмотреть немножко поглубже, там, и в душу, и просто по поведению, там, да, я думаю, что и по результатам работы, они, я думаю, что почти, что копия, копия Геннадия Георгиевича. Оба сына Геннадия Георгиевича, Андрея Роман, уже с детства определились, кем быть. Папина увлеченность, беззаветная влюбленность в профессию, преданность дорогому сердцу и уму делу сыграли весьма активную роль. Ребята, без тени сомнения, положили свои жизни на алтарь служения великой во все исторические времена отрасли. связи. Всегда был он и есть примером для меня. Я являюсь подражателем, потому что все, что он сделал для меня и делает, и то тепло, которое он отдает, мне всегда являлось большой поддержкой, как и на школьном этапе, так и при учебе в институте связи. Работа напряженная, всю жизнь, очень напряженная. Я всегда понимала, что он устал, он, как вот, такое известное выражение, выжатый, как лимон, приходил домой. Конечно, я, особенно когда он уже стал замминистра, я буквально на цыпочках ходила вокруг него, чтобы ему обеспечить полный комфорт в доме, уют и спокойствие. И он действительно, он приходил, например, с повышенным давлением, а через час он успокаивался и все приходило в норму. Да, я благодарен своей супруге. Вот, вместе мы всю жизнь, она мне подарила двух сыновей, ей, конечно, досталось, когда я служил в армии, она, пришлось ей воспитывать старшего сына, три с половиной года, была с ним одна, по сути дела, без дополнительного заработка. Ну, дети, как всегда, они ведь и болеют, и все прочее. Вот, поэтому всегда поддерживала меня, всегда ждала. Я не испытывал нехватки внимания и общения, когда Геннадий Георгиевич работал. Может быть, естественно, когда в младшем возрасте, когда Геннадий Георгиевич был и замминистра, первым замминистра, и министром, у него было, естественно, мало времени, потому что он работал и по выходным, и мы виделись гораздо меньше времени. Но, с другой стороны, сейчас у меня своя семья. Мы также, не могу сказать, что редко видимся, но видимся не каждый день. Но всегда, практически каждый день мы созваниваемся, спрашиваем, как дела, как у него дела, как у меня дела. и поддерживаем тесную связь сына с отцом. Я очень большой любитель собирания грибов. Я знаю отличный лес, собираю грибы. Вот каждый год я хожу за грибами, раздаю их всем соседям, естественно, родственникам, солю, сушу, мариную, ну и так далее. Очень люблю стадлярничать. У меня хороший инструмент, я все умею своими руками делать. Всякие скамейки, всякие поделки, тумбочки, полочки. Когда было чуть больше времени, вот после министра сделал даже кровать, на которой до сих пор спим. Я развожу там несколько десятков кустов картошки, но картошку развожу так профессионально. То есть у меня под каждым кустом около ведра, ну две третих ведра, примерно 40 больших картофелин. Бывает. Я знаю, как это делать, потому что обычные хозяйки их сажают совершенно по-другому. Я люблю разводить помидоры, огурцы. Тоже ими занимаюсь, вот самого вот, как бы, семечка. Мне это нравится. Хотя помидоров бывает столько, мы их и солим, и раздариваем. Я уверен, что не только табуретки, которые он делает иногда для друзей, или какие-то интересные предметы, причудливые формы, украшают квартиры его почитателей. Я думаю, что еще очень много будет сделано и для близких, и для друзей, и для тех людей, которые работали с ним долгие годы, как в Интерспутнике, так и в Министерстве связи. И охотник, и рыбак, и грибник, и все по дому может сделать. И участок вы видели, да? Любит работать с деревом, делает это с удовольствием. Ну, конечно, какие-то, да, вот табуретки всякие, да. Но это уже, это остатки. Мы самые лучшие вот эти изделия раздарили. Раздарили, наверное, надо новую порцию делать. Он обычно делает их сразу, по несколько штук, а я вот потом довожу их вот до кондиции. Геннадий Георгиевич большой ценитель вина, особенности красного вина. Любитель, ценитель, дегустатор и коллекционер. Многие знакомые и друзья Геннадия Георгиевича знают его как большого ценителя красного вина. И он всегда, пользуясь случаем, выставляет на стол какие-то уникальные, я могу сказать, экземпляры своей коллекции, уникальные в том, что они пролежали под надзором Геннадия Георгиевича долгие-толгие года, какие-то экземпляры до 10 лет. И это вино, которое было куплено 10 лет назад, после того, как к нему дотронулась рука Геннадия Георгиевича, приобрел его совсем другие качества. Нужно вырастить виноград, нужно его собрать, нужно правильно его выдавить, нужно, чтобы оно отстояло, нужно его правильно укопорить в бутылку, и тогда это становится напиток, который, когда пьешь его естественному меру, является просто полезным. То есть пару вокалов в день, это очень даже неплохо. Вот мы с женой, если у нас нет никаких событий, пьем каждый вечер на ужин, ни с утра, ни в обед, только на ужин, одну бутылку на два дня. А на один бокал, я полтора. Если нет гостей, да. Если есть гости, то это уже другой случай. Красное вино с возрастом улучшает свои качества, но не все вина. Вина, которые имеют потенциал. Особо уникальный вино, с каждым годом приобретает особую ценность. То же самое могу отнести Геннадию Георгиевичу. Человек, как уникального, с возрастом, как и уникальное вино, он приобретает особую ценность в лице родственников, в лице его друзей, как человек, как личность, как советник, наставник, как просто хороший человек. Все-таки жизнь, можно представить себе езду на автомобиле, когда едешь в темноте с включенными фарами, с малым светом, а дорога просвечивается только на десятки метров. И видишь только, знаешь, что должны встретиться какие-то повороты, неровности, ухабы. Я в своей жизни, думая, что бы, какая карьера у меня сложилась, как бы сложилась моя судьба, если бы не тот или другой случай, но все-таки заметил определенные закономерности в своей жизни. В первую очередь, наверное, это вот самостоятельность с детства, которая все время сопровождала меня. Второе, наверное, трудолюбие. Третье, это люди, с которыми я встречался, которые, от которых научился многому, а дальше имел свой опыт, анализировал, принимал правильные решения. Мне очень нравится обысказывание Козьмы Прудькова. Хочешь быть счастливым? Будь им! Всю жизнь занимался в той или иной мере спортом, не мыслив себя без зарядки элементарной. Всегда я это делал, несмотря на то, что, конечно, были определенные нарушения режима, естественно, особенно в молодые годы, во время командировок. Но, тем не менее, все время нужно пройтись, нужно подтянуться, нужно сделать наклоны, нужно покачать пресс. А сейчас, когда ушел на пенсию, времени стало больше. Слежу за собой, стараюсь в день заниматься зарядкой уже не один раз, а три раза. С детства воспитание – это спорт, это восхождение на горы, это велосипеды, это бег, плавание, различные секции, куда меня отдавали. Сам пример его, как спортивного человека. И даже в свои года он выглядит, на мой взгляд, на много лет моложе, подтянут всегда у него, с оптимизмом смотрят на жизнь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!